я скажу что заполняется но существует команда просто я же индивидуально часто принимать это бригады людей которые могут помочь сделать это сложно генерировать контент обязательства друзья вы понимаете прекрасно что мы собрались по поводу сегодняшней ситуации сегодняшнего дня и того что происходит за окнами и за стенами наших домов это очень страшно то что мы сейчас переживаем и я написала в описании к нашему сегодняшнему видео вспоминая о том что дмитрий глуховский не только писатель и писатель фантаста и писатель автор антиутопий но собственно говоря не раз по этому поводу с ним встречались и беседовали на эти темы как антиутопия превращается в реальность но сейчас тот самый случай я думаю что цинично выражаясь ни один автор не мог даже представить и помечтать о том что он окажется внутри своих произведений в качестве героя в качестве персонажа последний роман дмитрия по времени я имею ввиду пост на полке вместо котец он как раз во многом сегодня откликается сегодняшним сегодняшнем дне и какие-то вещи можно в нем узнать очень важные это конечно просто апокалипсис то что будет потом но в нашей реальности дима потом еще не наступил у нас еще сейчас и что в этом сейчас вы видите что это за мир во первых хочу сказать что я конечно совершенно не испытываю никакого не упасить господь торжества не даже радости от того как удалось предугадать будущее когда мне люди в инстаграм там начали посылать читатели из-за киева из харькова фотографии себя в условиях описанных практически мировой 43 люди вынуждены из-за российских бомбардировок и обстрелов жить на станциях метро в палатках идут буквально как герой там роман методы 43 от одной станции другой по тоннелям чтобы добраться вокзала мхарьковского то еще один это частному эвакуационные поезда и уехать из города и не чувствуешь это возникает от всего этого просто ужас и я там говорим об этом первые две недели когда кустов началась война просто не мог спать спал по три-четыре часа потом просыпался 4 часа ночи и начинала судорожно читать новости взяли киев или не взяли киев взорвалась запорожская электростанция когда ее обстрелили наши войска что-то случилось чернобыль вообще невозможно и на первый день когда война началась солнечное утро я как увидел те новости вышла на улицу и благодаря все черно было удивительно делал я кстати его солнце вообще что просто при этом черный фильтр перед глазами физиологически было ужасно ужасно не невозможно в это во все поверить и и только там недели три спустя хотя и до сих пор окажется совершенно невозможным для сегодняшнего мира диким недопустимым и и конечно чреват настоящей катастрофой который уже очень началась надеюсь только что она образом до конца не свершится становится в этого все поверить было совершенно невозможно ну вот как то привыкаешь к тому что теперь реальность но поверить то что такое возможно все равно не получается эмоции вот такие но опять же как бы это такие все просто моральные страдания а то что происходит в украине это настоящий подлинный ужас и меня там находится много друзей моих и сам это был в киеве последний раз в сентябре месяце и повидался с большим количеством друзей каких-то своих старых новые знакомства как конечно в день начала войны я как представился все эти люди теперь оказались там не сказать ничего не сделать ничего того чтобы сказать что мы как бы с ним что мы не передаем было невозможно такие вот такие чувства и ужасно конечно и и самое кошмарное конечно что война уничтожает там жизни а и у нас ломает будущее россии ломать будущих миллионов людей это война которая ведет вадим очку темного фронта с одной стороны ведет против украины и украинского народа другой стороны против россии и российскому кажется ли вам что он же российский народ победил вот за эти 20 лет как я понимаю проходила такая очень мощная работа по обработке населения и теперь можно признать что это все было не просто так это был очень такая хитрая стратегия я уверен что она была очень планомерно и продуманная потому что сегодня не знаю как можно скакать ответить и мог бы ли он начать эту войну не будучи уверенным в том что население большинстве своем поддержит подержой этого я убежал что селение большинство мне поддерживает войну нет потому что есть на 10 процент как это черносотенцев которые поддержали бы все что угодно такого льдаецкого плану украинец вам украинцев там евреев на сочи настроения допустим они больше 10 процентов и они вот действительно накрученное пропагандой и и может быть, у них самих были такие крайне правые националистические, шевинистические, имперские настроения. С моей точки зрения, абсолютное большинство людей просто заняло конформирующую позицию. Это моя хата с краем, значит, ничего не знаю. Если требуется от меня сегодня говорить, что мы за Путина, ну, просто чтобы не потерять, то немного, что осталось, чтобы не ввязаться в какие-то крупные неприятности с правоохранительными органами, если их можно так все еще называть в нашей стране, потому что прав никаких правов не осталось уже, конечно. Значит, я просто буду кивать, буду кивать, и будем надеяться, что меня хотя бы вся эта история не затронет и пронесет. При этом хочется отметить, что, несмотря на свою относительную немногочисленность антивоенное сопротивление, антивоенное движение, которое в стране существует, понимая заранее, что оно отчаянно, что эти действия, скорее всего, ничему не приведут, тем не менее люди с жертвенностью готовы выходить на улицы, быть арестованными, быть избитыми, понимая даже, что при нынешнем самоуправстве и отсутствии каких-либо вообще правовых гарантий им может светить не только штраф, но и тюремные сроки, люди все равно продолжают выходить, и там те 15 тысяч с лишним человек, которые были задержаны за антивоенные акции в России с начала, войны. Это очень серьезные цифры. Это больше, чем когда-либо там, собственно, был за что-либо в стране, на задержанных столб людей, но имеется в виду в современной России. Да, не гряло. И с собой общего оргазма нет. Вот то, что мы все время пытаемся найти исторические аналогии, и единственное, которое сейчас напрашивается, это уже стало таким общим местом, это 20 век, это 30-е годы, это Германия, совершенно одурманенная, ослепленная любовью к своему сему нации. Нема не была ослеплена. Я не вижу никакого ослепления любовью к Путину ни у кого в стране. Действительно, есть какое-то, скорее, механическое сплочение вокруг, вокруг фигуры лидера президента. Надо предпринимать, что невероятные усилия пропаганды предпринимаются, и таких инструментов, конечно, у Геббельса не было, которые есть сегодня в распоряжении Кремля. И, тем не менее, я не вижу никакого искреннего фанатизма, никакого нечеловеческого восторга от действий Путина среди населения. Ну, есть какая-то поддержка, но надо понимать, что все эти цифры, то есть до того, как государство попыталось поставить под свой контроль прессу, оно поставило под свой контроль практически тотальной социологической службы. Опять же, следуя заветам Йозефа Геббельса, который говорил, что манипулирование статистикой позволяет через понятные механизмы конформизма общественного и политического управлять массами. Если думаешь, что все за президента, то и ты тоже будешь себя вести, исходя из этого, чтобы не идти против того, что ты считаешь мнением большинства. И думаешь, что все за войну, то, наверное, ты даже если и напротив этой войны, ты, тем не менее, пока не будешь никаких активных действий предпринимать напротив этой войны, и даже, может быть, и мнение себя побоишься выражать. Люди, которые занимаются, я раньше называл политическим менеджментом, а теперь это что-то другое, мне кажется, гораздо более зловеще, они прекрасно понимают, что это все так устроено, поэтому, повторюсь, статистики никакой я бы верить не стал. Люди понимают, что страна фактически живет по закону военного времени, я думаю, что большая часть людей понимает, что война неправедная, какое-то количество людей поверили пропаганде, потому что это комфортный миф, который позволяет им не терять полностью самоуважение и не признавать, что сейчас они находятся вместе со всей Россией на стороне зла в этом конфликте, а ситуация именно такова. И, в общем, это некая документальная, когнитивная уловка, которая позволяет им этот диссонанс, дискомфорт преодолеть, поверить в то, по что предлагается поверить, считать, что российские войска действительно там каких-то нацистов мифических кого-то освобождают, потому что иначе нужно, если не в это поверить, надо поверить в то, что твоя страна, наоборот, себя совершенно в соответствии с гитлерскими, с какими-то, значит, приемами и заветами, ведет захватническую войну на территории сопредельного государства, которое когда-то было нам братским. Бомбит мирные города, занимается вторжением, отправляя бронетанковые колонны, надо признать, что гибнут чужие мирные граждане и свои собственные солдаты, которых бросают как пушечное мясо, без разбора, с отвратительной координацией, отказываясь потом забирать и тела, и даже заранее предусмотрев возможность эти потери скрывать, сжигая тела собственных солдат в мобильных крематориях, которые были заблагодарим и запутаны. Ну, в это во все поверить очень сложно. Это настоящий ад, это прям преисподняя. Поэтому даже если вот эти вот все пропагандистские, мифологические построения про то, что идет освобождение Украины от нацистов, в общем, не то что натяжка, а звучат откровенный бред, потому что какие нацисты, какое продолжение 70 лет спустя Великой Отечественной войны, то есть это совершенно никакой проверки реальности в сети. Но они же в это верят, Дим. Потому что веришь, вот как вы знаете, как гугенотов вырезали, допустим, католики против протестантов сражались. Вопрос веры. Когда веришь, ты формируешь очень мощную эмоциональную позицию, которая, в принципе, к факту никакого отношения иметь не обязана и часто не имеет, потому что религиозные войны во Франции, Германии, связанные с проведением религиозной реформы, церкви католической, дотчайнейшие, беспощадные совершенно войны с вырезанием семей, городов и так далее, по поводу каких-то вещей, которые кажутся сегодня нам совершенно абстрактными и никаким образом в реальности не укорененными. Но именно вера, то есть сильная эмоциональная позиция и убежденность в собственной правоте, которая позволяет любые факты игнорировать, является как раз очень мощным топливом для, в том числе и человека ненавистнических каких-то... Ну, постой, они что, сами себя уговаривают, сами пытаются поверитьству в бред, который они несут? Я вот смотрела, не знаю, наверное, вы видели тоже выступление «Сына отважной женщины», по-моему, это была Воронежская, местный Воронежский парламент, ЗАГС Собрания, которая выступила и сказала, что то, что мы делаем, она выступила против войны, что там, что мы бомбим, уничтожаем ни в чем не повинных мирных людей, что мы бомбим мирные города и мирных жителей, и есть ее коллеги, депутаты, кричат из зала, может быть, вы скажете, что и нацистов там нет? То есть они как бы в это сами верят, я понимаю. Потому что поверить в то, что ты, эта сторона зла, что ты поддерживаешь хотя бы с дивана абсолютное зло, что война ничем рациональным не оправдана, очень трудно, потому что, ну как же, ты все-таки рос в предании «Справедливой, освободительной и жертвенной Великой Отечественной войне», и тебе сейчас говорят, это вот продолжение. Но тогда, если ты в одном сомнился, ты в другом сомнился, самое главное, получается, совершенно собственное достоинство потерял, и тебе надо признать, что да, ты находишься сейчас на стороне зла, твоя страна, которой ты все-таки хотел бы гордиться, хотя не всегда это-то получалось, творит безусловное зло, кровопролитие не оправдано ничем, но это вызывает такой серьезный диссонанс у людей, что они готовы поверить в любые бредни, которые просто ту диссонанс избавят. Вот так, вот так, и вот так я как бы это вижу. То есть это часть людей просто настроена конформистски, такая типа, ну, делайте вы хотите, я просто хочу жить своей нормальной обычной жизнью, если нужно скивать, я активнулась, надо флажочком помахать, я помашусь, надо будет с твоим пройтись, я пройдусь. Детей на войну не отправлюсь, сам не поеду. А часть людей, в общем, да, она принимает этот миф и даже готова за счет его каким-то образом защищать, но это делается прежде всего для преодоления вот этого когнитивного диссонанса. Повторюсь, мне кажется, что количество людей, которые прямо вот сказали, да, надо воевать сейчас в Украине, бомбить города, это даже меньше десяти процентов. Такое-то количество людей говорит, ну да, там, спецоперация против нацистов. Ну да, они же не понимают, они же что говорят, они говорят, мы за президента, это как бы главный аргумент, мы за Путина. Украинцы сами бомбят свои города, вот, посмотрите, показывает тебе телевидение, что сделали украинцы, уходя, отступая со своими городами. Они их сравнили с землей, говорят, с первого канала и со второго. И люди в это верят, в эту картинку. Ну, во-первых, надо понимать, что все альтернативные источники практически информации полностью заблокированы. Остался только YouTube, от которого граждан боятся отключать, чтобы они на улицу не вышли. Потому что они всаживают этот YouTube, там, не знаю, полтора-два часа в день, и если их лишить любому любимого развлечения, то непонятно, как люди отреагивают, да, потому что все, что показывают визионные каналы, это агрессивная раскачивка вот этого милитаризма, вот этого, даже патриотизма это назвать нельзя, этого имперского угара и достаточно человеке-ненавистнического. И надо каким-то образом это все с точки зрения психотерапии компенсировать и людей успокаивать. Поэтому от YouTube отвечать боятся, а ведь все остальное просто, когда ты заходишь на Яндекс.Новости, и печально, конечно, что некогда любимый мной Яндекс полностью лег под администрацию и подсережную службу безопасности, и ты вообще не видишь никаких других альтернативных взглядов на происходящее. Только спецоперации, только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры украинской армии. Здесь, кстати, есть серьезный диссонанс, потому что, с одной стороны, рассказывают нам, что боюют наши войска только с украинскими нацбатами какими-то, показывают все время четыре фотографии фатильного шествия и каких-то таких идиотов, которые сфоткались со свастикой, и объясняют, что вот с ними-то и сражение идет. Батальон Азов, батальон Азов, батальон Азов, батальон Азов, батальон 500 человек. Действия военные ведутся против всей украинской армии. Коношенков в результате каждый день рассказывают, сколько там самолетов сбито, сколько... Но в этом же есть определенный диссонанс. Или сказать, в общем, тотальное вранье. То есть, либо ты сражаешься с нацбатами, либо ты сражаешься со всей украинской армией. Ты же сражаешься со всей украинской армией. Ты уничтожаешь инфраструктуру и военную технику, убиваешь людей, никакого отношения к этим нацбатам не имеющих, не говоря о том, что ракеты, допустим, даже случайно прилетают в больницы, в школы, в жилые дома, в театры и так далее. Потому что даже мне очень не хочется верить, что специально бомбят украинские города, чтобы, не знаю, например, вызвать и усилить поток беженцев в странах Западной Европы и дестабилизировать там политическую ситуацию. Через генерирование этого потока беженцев, намеренное. А это, между прочим, учитывая, высказываю недавнее нашего руководства, который говорит, что гуманитарный кризис серьезный будет в Европе. Я верю в то, что это делается практически специально. Ну, конечно, если они закрывают коридоры на территории Украины, а людей буквально насильно, опять же, как во время Второй мировой войны, что называется, угоняли в Германию, а сейчас угоняют в Россию. Точно так же. Насильно угоняют. Так что я думаю, что в этом здесь какой-то... Хотя все вопросы, зачем, почему, мне кажется, насколько они вообще сегодня употребимы. Вот эти все наши гадания... А почему он это сделал, спрашиваем друг у друга? Я понимаю, почему ты сделал. Я понимаю, почему ты сделал. Человек последние 10 лет занимался пристальным изучением российской истории. И фактически, если кудр Махатма Ганди, главным собеседником были, наверное, там, Петр Первый, Йосифа Солен, Сталин, Владимир Денинский. Мединский, Мединский, только он, как бы, ну, хоть и говорящий кукол, на кровавородный момент озвучил какие-то сентенции. Но фактически человек ввел разговор с историческими фигурами и думал, а я среди них, вот какое место получил. Но у тебя уже есть все деньги страны. Тебе принадлежит через аватаров, через подставных лиц, все телевидение, физически принадлежит просто. Ты являешься собственником. Значит, все радио, дороги платные, газ, нефть. Ну, у тебя все деньги мира, в принципе, есть. Ты самый богатый человек, наверное, на земле, скорее всего. Да, если не брать там саудовскую, королевскую семью, ну, это там немного, поэтому в расчете на каждого приходится не так много. Вот. Значит, у тебя есть вся абсолютная власть внутри страны. Все, что ты мог достичь, ты, в общем, достиг, а у тебя еще там лет 10-15 впереди осталось. Ну, ты о чем думаешь в этот момент? Как тебя запомнить потомки? Что, с чем будет ассоциироваться твое правление? То есть, войти в историю, грубо говоря. Войти в историю. И все? С моей точки зрения, это личная вот такая, как бы, личная корыстная мотивация. Дальше это можно оправдывать тем, что ты заботишься о судьбах России, что американцы планируют удушить, ослабить, расчленить твою родную страну, но ты же осуществляешь действия, результатом которых становится сплочение Альянса НАТО, вхождение, видимо, предстоящего в НАТО тех стран, которые не собирались это делать и имели нейтральный статус. Возвращение Соединенных Штатов в Европу, триумфальное и востребованное самими европейцами. Удушающие экономические санкции. Действительно, вот это та самая русофобия, которую ты, значит, заклинал-заклинал, и вот она, откуда ты начала, по крайней мере, на политическом уровне из преисподней выкристаллизовываться. То есть, ты вроде бы как собирался страну укрепить, а фактически ты ее ослабляешь, ты хотел ее, в общем, сдержать от распада, а фактически ты делаешь ее распад, видимо, в течение каких-то ближайших годов 30 лет. К сожалению, если неизбежным, то гораздо более вероятным. Ты ослабляешь и сплачиваешь против себя весь этот вообще мир, за исключением каких-то людей, которые там надеются поживиться подешевке нашими природными ресурсами. Но это ужасно, это ужасно то, что происходит. И ты лишаешь будущего, мало того, что ты делаешь, творишь безусловное зло и несправедливость относительно народа, который являлся вообще соучредителем всей этой нашей империи и абсолютно до Крыма был для нас настоящим братским народом, теперь, разумеется, уже этого нет и никогда не будет. Ты лишаешь еще, помимо всего этого, будущего целое поколение или два поколения людей в твоей, собственно, родной стране, которым ты не даешь и не позволишь вырасти в нормальном современном государстве, которые обречены на существование впроголодь с забитыми мозгами всякой несусветной ересью пропагандистской, несчастное, жалкое, нищенское существование, в полном отключении от цивилизационного, культурного и технологического будущего. Ради чего? Ну, должна быть какая-то очень серьезная личная мотивация, ради которой тебе все равно все остальное, в общем, тебе наплевать. Я думаю, что здесь, как часто бывает, личные корыстные мотивации гораздо важнее, чем какие-то построения умозрительные по поводу того, что кто-то кому-то что-то где-то угрожает. Ты добиваешься ровно противоположных результатов. Ты ставишь своими действиями страну на порог в течение какой-то десятилетней перспективы просто распадывания и исчезновения. Ну, это просто, то есть, как бы, просто ужасно. Ради чего? Мотив, в общем, как можно так? Ну, ведь это так рискнул. Ну, хотелось. Вот хотелось... Там есть еще разные варианты, то, что вот мы слышим за все это время, потому что, конечно же, очень трудно найти слова для того, чтобы понять и объяснить, что происходит, объяснить мотив. Потому что все как один не находят никакого настоящего мотива, потому что все вот эти бредни про какие-то лаборатории, про нацизм, это все какая-то бред сила был. Он же все озвучил, как он выступил с часовой речью, в которой объявил войну Украине, экзистенциальную войну Украине, как не настоящему, фальшивому, не меньшему праву на существование псевдогосударства. Он час нам рассказывал, что Украина в ее нынешних границах – это фейк, это невозможно, это историческая ошибка, украинские власти ни с чем не справляются, безработица – это экономический кризис, и вообще это все существовать не должно, тем более, что это еще превращено в этот проект антироссии, который платформа для каких-то будущих завоеваний. Обратите внимание, кстати, Соединенные Штаты Америки, в которых он во всех обвинял возможных видов злоумыслия, даже из Черного моря на всякий случай от ГРХ подальше убирают все суда военные, что, не дай бог, это все не вышло из-под контроля и не превратилось в прямое вооруженное противостояние. И дальше он объяснил, для чего нужна эта война, потому что, чтобы Украины больше не было, она бесит. То есть просто бесит. Это такое личное бешенство, личная ярость, личное раздражение, личная месть за то, что она демонстрирует свое какое-то неподчинение. Она демонстрирует неподчинение, но еще гораздо важнее, что она демонстрирует возможность альтернативного развития России, собственно, как современного национального, в том плане что не имперского, как бы удовольствующего своими существующими границами, республиканского типа государства. Украина показывает, что люди, которые, в принципе, там 30 лет назад начинали с той же точки, в которой находились мы, могут строить современно интегрированные в западный мир государства, где действуют, несмотря на коррупцию, демократические процедуры, где власть меняется, где она не вечно, где приходят по очереди разные финансово-промышленные группы и лоббируемые политики к власти, или даже, как в случае с Зеленским, собственно, отсутствием каких-либо серьезной поддержки со стороны олигархии, потому что Коломойского, который там вроде бы поддерживал его, он достаточно быстро дистанцировался. То есть возможно превращение России по следам Украины или по модели Украины в нормальное человеческое, обычное современное государство, не имперского типа, не управляемое никак империя. Конечно же, существование перед глазами мозолющее эти глаза, модели, потому что это возможно, и им путинская конструкция, путинская идея, во-первых, там не эксклюзивна, не единственно возможна, во-вторых, вообще, видимо, работа гораздо хуже, конечно, это бесит. И вот это и есть осмысленная причина, не личная, не персональная мотивация, а какая-то мотивация концептуальная. Дальше никто это не покупает в России, за исключением, там, тех же самых 10 черносотенных процентов, эту причину, видимо, опрос общественного мнения ФСОшный это показывает, и власть начинает судорожно искать новые причины. На самом деле, говорят они, мы, да, конечно, там, Украина, не Россия, Россия, не Украина, но мы вторглись туда, потому что иначе они бы вторглись. Через 6 часов украинцы собирались там атаковать Донбасс. Ну, конечно, украинцы такие дебилы, тут приехала там 180 тысяч человек, группировка им на границе, невероятное количество танков, самолетов, и тут самое время, как бы, ударить, самое время ударить по Донецку. Тут они сначала говорят, атомную бомбу, чтобы ударить по России, и если бы не мы, то они бы, нас бы, там, первый атомный удар по нам неслили. Потом выясняется, что там, МГТ объяснять нет, даже если бы они начали, у них нет никакого оборудования, им еще 20 лет разработок нужно, чтобы к этому прийти. Опять поймали на вранье, надо снова что-то придумать. На самом деле, говорят они, забыли про бомбу, все, так, забыли, 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 забыли. На самом деле, биологические лаборатории с бешеными антиславянскими, как Люча сказал, руко-крылыми, да, руко-крылыми голодами. руко-крылыми, которые там распространяют специальный антирусский коронавирус. Звучит это просто уже, просто это зашквар какой-то, ну, невыразимый. И чтобы в это поверить, нужно просто, наверное, чтобы IQ там где-то около пола пытался приподняться, и тут же бессильно опять туда валился на этот уровень плинтуса. Тогда, говорят они, на самом деле, так, забыли про белую лабораторию, забыли, 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 это была рабочая лаборатория, и вот набрасывается, и набрасывается, и набрасывается вот так. Конечно, я думаю, что очень нужно будет нашему руководству взорвать какие-нибудь дома где-нибудь в крупном городе и сказать, вот, посмотрите, они планировали это, СБУ провела теракт, и теперь нам нужна там мобилизация, теперь там уже отступать нельзя, значит, все, да, да. Вот сегодня же какие-то взрывы произошли, какие-то удары. Мы же помним там дома в печати, как и гексогены. 99-й год, да, с чего-сего пришел, к тому и вернулся. Мы вопрос тогда, кстати, один такой, все-таки за эти 20 лет я спрашиваю там людей, которые его знали лично, когда-то, когда только начинали с ним есть работать, там, не знаю, там, покойный, там, Борис Немцов или Чубайс или тот же Михаил Касьянов, они все говорили, что он был другой, это был другой Путин, другой, этого Путина я не знаю сегодняшнего. Вот на ваш взгляд, можно было тогда, 20 лет назад, в 99-м 2000-м году, предположить, что мы придем вот к такой точке. Можно было угадать в нем того страшного человека, почти безумного диктатора, который сегодня, с которым он самим является. Слушайте, когда он приходил к власти, он был, как бы, оказался более цивизованной альтернативой коммунистам, да, и коммунистам у них был совершенно однозначно проект по возвращению обратно в Советский Союз. И в то время, конечно, Путин казался, наоборот, какой-то, ну, то есть, выбирать, чтобы было нечего. И на фоне коммунистов он казался какой-то разумной опцией, да. Но, во-первых, бесконтрольная власть развращает. Развращает она, ну, всех. Нет исключений. И, во-первых, там, попадая во власть и не оказываясь из нее принудительно катакультированным, человек, видимо, с властью остаться просто не способен. Да, и даже милейшая Ангела Меркель, ну, держалась до последнего, да. А что уж говорить, ну, тем не менее, у нее никаких профитов от власти особо не было. То есть, она не смогла своровать там 300 миллиардов долларов и не пыталась. Значит, она была на ежедневной основе критикуема и унижаема немецкой прессой, и не только немецкой. У нее не было никогда всей полноты власти и никогда она не могла там слаждаться какими-то дворцами в Геленджике и так далее, и так далее, и так далее. То есть, у нее была достаточно ограниченная немецкой конституцией власть лидера парламентской партии и, значит, начальника, ну, главы, главы кабинет министров. Все. И, тем не менее, она старалась сколько можно во власти задержаться. Что уж говорить про людей, которые обладают властью фактически безграничной и могут по-настоящему казнить людей, хоть и неофициально. То есть, чувствовать, упиваться всевластием над людишками, которые, значит, они обитают. Врагам, значит, никакой пощады, друзей осыпать золотом и... Предателей вешать на фонарях. Предателей вешать, да, на шафах и травить, значит, ядами и всякое такое. И смотреть, как перед тобой все больше и больше присмыкается и твой ближний круг, и чуть более дальний круг, и весь политический класс, и все силовые, и весь силовой класс и так далее, и так далее. Но, видимо, в особенности для людей с нарушениями самооценки это настолько мощный наркотик, с которого совершенно не возможно слезть. А потом ты еще и много материально потеряешь. Все, если от власти уйдешь. И это, в общем, очень как бы развращает ловушку, которую люди попадают, неизбежно. Поэтому в нормальных странах такое строгое ограничение, в общем, для президентских сроков, которые люди могут в президентском посту находиться. И чем больше власти, тем строже работают ограничения на предельное срок пребывания во власти. Потому что... Не каждый превращается в диктатор. Ну, послушайте. Чем больше ограничений действует позиционных, тем больше, чем больше работа в разделении власти, чем больше критики и нервотрепки, значит, для людей, оказавшихся на вышекрестных позициях, тем меньше стимул во власть оставаться, тем больше стресса на предоставляет и так далее. Но, в принципе, для любого практически человека, я уверен, это чудовищная сила испытания, и абсолютное большинство людей властью оказываются развращены, раздлины и добровольно из нее уходить не хотят, только если какая-то личная имиджевая катастрофа не постигла в течение первого срока обязательно старается перезбраться на второй. И какой бы он ни был человек, Владимир Владимирович Путин, на начальных этапах, действительно, как бы я смотрел у Италии Маскова фильм «Свидетели Путина», производит впечатление скромного, обаятельного, думающего и заботящегося о судьбе Отечества человека. Насколько-то искренне мы с вами сказать не можем, потому что это может быть все профессиональное. То, что он умел всегда говорить убедительно, даже вещи, которые заведомо никакого отношения к реальности не имели, и за счет мимики, за счет интонации как-то убеждать тех маленьких его вздохов, полупечальных, полузадумчивых, нравится как бы людям изучать убедительно и их очаровывать, да, он всегда умел до последнего момента, когда уже ничего человечества не проглядывается за этой маской, умел очаровывать и убеждать и так далее. Что он имел в виду, мы не знаем. То, что он был, приходя во власть, человеком уже, судя по докладу Марины Салье, не вполне чистоплотным и, видимо, не очень уверенно в себе, и то, что это все потом могло прорасти и в нынешний весь ад превратиться, могло, конечно, иначе пойти все это развить по другому пути. Да, если бы было сопротивление гражданского общества, если бы оно вообще было. Если бы люди у нас свободу ценили, а люди нас, в общем, свободу и так не ценили, так и до сих пор не ценят, и, может быть, только в результате вот нынешнего катапизма задумаются о том, что свобода им все-таки важна, нужна, потому что единственный способ определять за себя, как будет твоя жизнь развиваться и чем она будет заканчиваться, это биться за права и за свободу. Если бы все это было, если бы гражданское общество в стране каким-то образом функционировало и политическая конкуренция была, и политический класс не увлекся бы пележкой и сам тоже от своих прав ради пележки отказался, наверное, мы бы могли сегодня оказаться в другой точке. Но мы в той точке, где находимся. Ну вот вы говорили, возвращаясь к началу, что не верите в поддержку всенародную единую общенациональную этой войны, что большинство людей, конечно же, против, но тем не менее, я таки хочу к этому вернуться. Мне кажется, это очень важный момент. Ведь помимо того, что этот человек сделал со страной, во что он превратил страну свою, во что он превратил элиты, как он заставил их подчиняться себе, как на каждого есть крючок, на каждого есть своя папка, поэтому, вспоминая этот, уже ставшись таким знаковым Совет Безопасности, который абсолютно такой вот как океанский, да, вот то, что мы видели, и это не случайно было показано всему миру, это же тоже не просто так. Они могли бы сделать это закрытым, но важно было, чтобы это публично произошло, публичное целование, да, монаршей руки. По поводу народа. Ведь согласись, согласитесь, все равно, вот это вот распление, расчеловечивание, сейчас очень популярный термин стал в отношении нашего общества, в отношении нашей страны, это тоже, как мне кажется, некая, некая пландалса, который когда-то нас пугали им, что это Америка будет делать с нами, на самом деле это сделала собственная власть. Вот опять же, возвращаясь к Гебельсу и к его прекрасным речам в кавычках, я освобожу вас от химеры совести и морали, это то, что сейчас произошло, в смысле не сейчас, сейчас, когда мы имеем уже некий итог, что я не веду. Конечно же, люди отказываются верить в то, что они являются соучастниками преступлений, которые сегодня аплодируют этому человеку. Они говорят, что так и надо всех уничтожить, закатать в асфальт, чтобы никого не было. Матери общаются со своими пленными детьми и говорят с ними языком федеральных каналов, не собираются их спасать. Сети разговоры, которые увидят на украинских каналах, когда мальчишкам и срочникам дают позвонить родителям. Это же иногда в голове не укладывается, что родная мать может так говорить со своим ребенком, который попал в плен. Это ли не главный, на мой взгляд, спрашиваю вас, главный кошмар, который весь и свершился у нас? Вы знаете, как бы, безусловно, это кошмар. Я не думаю, что это была изначально часть плана, но теперь выхода уже нет. Тут приходится превращать страну в диктатуру, приходится окончательно выжигать последние способности населения к какому-то здравому рассуждению. И компотение. Абсолютно. Потому что иначе потеря власти. Вся эта, как бы, вещь еще, ну, если говорить о других каких-то мотивах, да, кроме желания писать в исторические учебники, это, конечно, ощущение, что легитимация, легитимность твоя, нахождение во власти ослабевает с каждым днем. Люди не понимают, почему ты не уходишь, и когда ты уйдешь, вот если сейчас в Яндексе взять и вбить, когда Путин, будет два, значит, вопрос, когда Путин пришел к власти, когда он умрет, когда он умрет, когда он уйдет. Вот людей больше всего интересует вот эти вещи, когда он пришел и когда он уйдет или умрет, да. Ну вот, ты чувствуешь, что люди задают вопросом, ну, когда ты уйдешь, то. И тебе нужно срочно найти какой-то иррациональное подкрепление своей, как бы, ну, эмоциональное при этом, да, своей, своему желанию во власти оставаться. Ты должен стать победителем в маленькой, но тем не менее значимой войне. И вот ты, как бы, эту войну соответственно, там, в одиночку организуешь. А когда война идет не по плану, ты рассчитываешь на поддержку населения, на всеобщий восторг, хотя, повторюсь, в отличие от Крыма, и Крым-то особенно, до того, как его взять, никому особо был, кроме Юрия Михайловича Лушкова, покойный свет, не нужен. А война, а Украина кому нужна, там, кроме Соловьева, там, десятки вот этих его бешеных псов, и, значит, их какой-то сверхлояльный, я думаю, что они очень многочисленные на аудитории, которые себя вот заговорили в этой бестовской молитве и, как в книжке постмя, и вся в этом убедили. Необходимость этого всем станет не нужна. Но теперь, после того, как все это застряло, и какие-то там десятки тысяч людей, видимо, погибли уже, из которых, ну, если верить в украинскую страну, 17 тысяч наше. 17 тысяч. Да. А нашей на стране верить не можем, потому что мобильные крематории еще в прошлом году были готовы, чтобы, значит, тела сжечь, и закон еще 1 февраля вступил в силу, разрешающий не раскрывать данные о жертвах, со стороны нашей армии. Если это спецоперация, они ловят спецоперация. Они поэтому не забирают тела погибших, да? Конечно, потому что если ты их заберешь, их надо куда-то отправлять. И посчитать. Они думают, ну, сейчас пронесет, как мы быстро-то сейчас закончим, и потом, скажем, пропал без вести. А если время идет, и война продолжается, и сыновья на связь не выходит, ну, на какого-то времени, наверное, Соловьев там проработает в качестве гипнотизера, но потом, сталкиваясь с ужасом личной потери в семье, ну, я думаю, что многие неизбежно протрезвеют. И ужасно, что это протрезвление, отрезвление происходит таким трагическим, жутким образом. Но, повторюсь, вот это вот, как бы, сначала расчеловечивание украинцев, чтобы объяснить, что они нелюди, и, соответственно, можно у них, в принципе, все это забрать, и вообще они являются как бы легитимными целями любой агрессии. А потом расчеловечивание собственного населения, которого нужно теперь привести к невероятной стадии озверения, чтобы оно согласилось с необходимостью впервые за вообще за всю историю, наверное, России современной и Советского Союза, просто с необходимостью убивать других людей, то Советский Союз гораздо более к пропаганде, в общем, относился ответственно. Никогда даже в отношении немцев, которые напали на Советский Союз, не звучали призывы совершенно вот эти звериные, черносотенные, просто по национальному признаку, там, асфальт закатывать, там, печень размазывать, такого не было. Была там защита дома, от оккупантов, да, и так далее, и так далее, но это не были... Сейчас власть этой пропаганды пытается в нашем несчастном, и без того озлобленном, бесправном и несвободном человеке вызвать и вывести наружу самое вообще темное, что только в людях может обитать. Ну, получается, это получается. Получается, потому что люди сидят, как бы, бедные, скоро будут нищими, озлобленные, на самом деле, конечно, на власть, но не могущие себе в этом признаться, потому что это требует большого личного мужества, и тогда, если ты признаешься, на самом деле, ты взял на власти на Путина, ты как бы ощущаешься с ним в конфронтации, а у него вот и все эти бесконечные космонавты безликие в черных шлемах с черными забралами, и вся эта Росгвардия, и все эти милиции, и спецслужбы, все, вот они стоят, и скрижешь их зубами, и готовы тебя разорвать. Тебе гораздо комфортнее выбрать тогда, чтобы избавиться просто от этого и ужаса, и сенсуального, и злобы, какую-то цель, которая тебе говорит, это можно, на них ты можешь злиться, вот, злись на них, на украинцев злись, на американцев злись, на немцев злись, вот, тебе ничего из этого не будет. И ты просто, чтобы избавиться от этого бурления внутри, выпускаешь партнер при помощи просмотра федеральных каналов на те цели, которые власть тебе обозначает как безопасная и легальная. Ну, вот так. Но все это зло, прошу прощения, все это зло, которое в мир властью вызывается, все эти демоны, которые вот так выпускаются из бутылок, мы это знаем на примере других государств с фашистскими диктатурами, обратно сами не залезают, и они, будучи выпущенными наружу, могут повернуться против кого угодно, в том числе против власти. Десятилетия или десятилетия были потрачены гуманистами и просветителями на то, чтобы этих джинов как раз, как можно глубже, этих демонов как можно глубже внутрь человека обратно загнать, закрыть и запечатать, выпустить их гораздо проще, и обратно сможет ли поколение, которое их уже однажды выпустило из себя, каким-то образом про их существование забыть и внутрь их загнать, я не знаю. И, собственно, вот книжка «Пост», она ровно об этом, о том, что вызывая в мир зло, заставляя людей вспомнить существование этой темной у них стороны, желая их использовать эту сторону против противников твоих, ты поступаешь чудовищно и длинновидно, потому что это зло, будучи в мир призна, сметет дальше и тех, кто его вызывал, и никуда не рассосется, и будет в этом мире дальше находиться, пока его каким-то тяжелым, долгим способом, непростым, через просвещение, через искупление, через покаяние, через смену поколений не расколдуют. Дима, у нас же была уже такая развилка, мы уже переживали, во-первых, про то, что это вспоминаем, когда вспоминаем об этом пути, что 20-й век был страшен для России, не только для Германии, для всего мира, но для России особенно, для Советского Союза. И мы как бы это не проговорили, не прожили, не покаялись, опять это слово употребляем, и сегодня получаем эту самую обратку. Как выходить из этого? Хорошо, у нас была попытка, была попытка перестройку с помощью просвещения, как вы говорите, именно то самое слово, потому что гласность и открытие архивов, и открытие имен, и литература, которая была запрещена, и темные пятна, белые пятна истории, которые мы при себе раскрывали. Это трагическая история настоящая нашей страны. Вот она, пожалуйста, мы ее теперь знаем. Мы ее теперь знаем. Мы ужаснулись, посидели и сказали никогда больше. Прошло 20 лет. Что случилось? Это никак, никоим образом не лечит знания, просвещение. Нет, но случилось следующее, что не произошло в стране, на самом деле, смену власти. Это главное все-таки, да? Вот, абсолютно. Власть в стране от коммунистической партии и связанной с ней, в общем, ну, как бы, можно относиться к коммунистической партии как к альянсу бюрократии, можно относиться к ней как к такой своеобразной жреческой касте. То есть произошла перелицовка основной идеологии. Она с левой поменялась на правую, да? С идеологией, основанной на принципах общественной справедливости, она поменялась на идеологии, основанной на принципах имперского реванша. Все остальное, ну, имперское сознание, тем не менее, в Советском Союзе тоже было заложено, и это понятно, да? Все, о чем Советский Союз, на самом деле, на сегодняшний политической арене занимался, был вот так или иначе империалистической политикой. пусть и не связанных с непрямыми завоеваниями, тем не менее, с распространением сфер влияния, присоединением иногда военными способами, иногда способами филосфилосфилатическими других стран к сфере влияния, иногда к территории, в общем, Советского Союза. Но элитные группы остались теми же самыми. То есть, ну, хорошо, отошла к Тинькомпартии, как вот эта жреческая каста, и вышел на первый план Комитет Царственной Безопасности, который, ну, если так говорить, всегда ощущал себя и фактически являлся таким как бы рыцарским орденом, тайным, да, который обладает миссианским неким осознанием, ощущением миссии, предназначения, считается, выполняет благородные задачи по сохранению страны, неограниченным силовым ресурсом, возможностью осуществлять и там провокации, спецоперации, внесудебные казни и так далее, и так далее. И к тому же обладает огромным, как муплиеры, каким-нибудь бесконечным, практически финансовым ресурсом. Но через какое-то время, там, будучи разведенной коррупцией, еще добавились элементы организованной преступности в этот как бы рыцарский как будто бы орден. Но, как мы знаем из различных, бродящих по просторам YouTube интервью, фактически никакой смены принципиально кадрового состава элит, которые всем этим занимались, не произошло. То есть, как нами тогда управлял КГБ, так сейчас нами в той или иной степени управляет КГБ. И, конечно, учитывая, что не пришли одни элиты на смену других, остались те же самые люди во власти или их наследники, им совершенно было невыгодно, чтобы их легитимность подрывалась. Такие тут надо срочно было их, разумеется, все эти... Во-первых, не хочется очень давать этим образовательным проектам, связанным с покаянием. Кто кайца-то должен? Кайца должны, в первую очередь, люди, которые за все эти репрессии отвечают, которые их там проводили. Ни в коем случае эти программы образовательные расширяться не должны были, обязательности становиться не должны были, ни за какие грехи советской власти никто отвечать не должен был, признавать их ни в коем случае нельзя было, потому что на этом зиждилась как бы вот эта легитимность, сомнительная достаточно наследников прежнего Атмитета Царственной Безопасности, которым все еще нравилось представлять себя рыцарями, но которых в гораздо большей степени, как мы помним из статьи незабывенного Виктора Черкесова, становились торгашами и занимались прошиванием бизнеса, а все остальное было для самооправдания. Но тем не менее, у них мессианское сознание было, и кто смел в их роли важной сомневаться, их мифологию подрывать, тот и немедленно становился для них, конечно, врагом, что мы видим сейчас с закрытием и запрещением мемориала и так далее. Поэтому никакого настоящего покаяния народного сделано не было. Людям вместо этого был предложен в качестве, ну, такого достаточно аддиктивного наркотика приобщение к идее реванша имперского. Невозможность людям дать ощущение ненормальной человеческой жизни, не тем более ощущение собственных прав и достоинства элементарного было подменено на вот этот имперский угар и на ощущение того, что закидывание психологическими, эмоциональными триггерами. Тебя унизили, нас всех унизили. Мы отомстим, мы поднимемся к колену. На этом строились все его речи, на этом унижение немецкого народа после Первой мировой войны. И встать с колен, униженная нация, я вас подниму, это все то же самое. Вот это рифма получается, как ни крути. Это рифма и, ну, к сожалению, видите ли, Запад каким-то образом, переграв нас, я не считаю, что нам было нанесено какое-то поражение, мы сами просто надорвали немножко себе, получили грыжу от непосильного веса собственной империи и проиграли себе сами мы. И сами мы проиграли в этом состоянии Западу. И слава богу, что это произошло, но Запад, видимо, хотя мог по японской или немецкой модели каким-то образом нам помочь и с установкой демократических институтов, и с каким-то более существенным финансированием наших экономических преобразований, они, в общем, решили, что мы сами всю эту историю разгребем, но мы вместо этого с немного большим временным отрывом пошли по пути, к сожалению, Германии от Первой мировой войны и через Веймарскую республику к приходу в 1933 году к власти реваншистов. И ощущение национальной исключительности и ненависть к чужакам, как у них, к евреям, здесь, видимо, был только еще одним важным компонентом, а подлинная эмоция была, ощущение унижения, которое нацисты педалировали и которые обещали помочь стране преодолеть. Ну, как здесь тоже, как здесь проговорились, помнишь, в начале этой войны кто-то проговорился из них по поводу окончательного решения украинского вопроса, а потом быстро удалили эту статью, да? Ну, масса термина, включая на самом предатель, это национальный рейс, это гитарский термин, который сейчас Владимир Владимирович использует относительно всех людей, которые в стране с ним таким образом не согласны и не согласны, не соглашаются по приказу, и под аплодисменты, барабанный бой, кушать человеческое мясо. Ну, кстати, тогда уже и буква Z, и буква Z, которая тоже такой, как говорит молодежь, Путинский свастон, да, это так оно есть, ведь кто-то оформлял, кто-то занимался, кстати, тоже вопрос к художнику, к инженеру человеческих душ, ведь кто-то занимался этим художественным оформлением этой войны, наверняка, целая бригада работала, выдумывала эти буквы, да, эти слоганы. Потому что это тоже постфакт немножко было, изначально уверен, что это заявляет, технически, не знаю, запах восток, какие-нибудь, чтобы свою технику от украинской отличать. Технически совершенно история, а потом, когда стало понятно, что не публикс-крига не выходит, и все стали задавать вопросы, и что все это как бы техника стреляла в грязь, и оказалось разбомблено, и вокруг вот эти вот тела людей, которых свои не бросают, а там остаются лежать в грязи месяцами, там, скоро, видимо, будут лежать, надо было же какой-то под это дело постфактум уже оправдательную компанию подвести. И мне, в общем, было интересно, как Путин, которым жители все, что он там кому-то, Шойку рассказал о своих планах, может быть, да, ну, наверное, Патрушев рассказал о своих планах, там, Бортникова, но их количество посвященных в его план начать войну, видимо, чтобы это не просочилось там никуда, кроме американской разведки, которая все изначально говорила, так мы не верили в такую гротескую абсурд. Количество людей было не так велико посвящено, и вот вот это заседание Феерической Совета Безопасности, про которое вы говорили, доказывает, что люди там, они очень были бледные, больше из них части, и ели блеяли, потому что понимали, что их сейчас на камеру и традиционном мира вмазывают в ряды фактически военных преступников, то есть то, что мир цивилизован так было воспринимать, никаких сомнений нет. А потом уже по кругу вмазали дальше Совет Федерации, Государственную Думу, и хочешь, и теперь вопрос это так, ты предатель? Ну это не предатель, я же как бы все это время здесь вот был, там с вами ребята голосовали вместе, там у нас вечеринки были, я не знаю что, в Думе государственной вместе завтракали, обедали, ужинали. Тимбилдинг всяческий, там Крым, все. Но если ты не предатель, тогда давай поддерживай сейчас, иди сюда, голосуй. Дальше вмазывают там депутатов и сенаторов, и дальше поехал к Крымой администрации, и дальше то, во что дораст. То есть, ну, сейчас они пытаются себя убедить в том, что это все правильно, справедливо, надо ненавидеть украинцев, надо кушать человеческое мясо, потому что главный сказал, а мы за него, а если мы не за него, то мы получаемся предатели, а мы же не предатели, ну и так далее. А дальше как бы, ну, всячески дает понять, что с предателями будут разбираться гораздо более сурово, чем с вшивой интеллигенцией. С своей интеллигенцией потом, чтобы не доберемся, а с предателями надо будет прям щасов из видов чистить, и прессить, кстати, о том, еще грядут, и они коснутся в первую очередь своих, с чужими уже, в принципе, разобрались. Уже всех чужих не осталось, либо в тюрьме, либо за пределами страны. Да, ну а дальше не стоит думать, что лоялизм политический, и то, что ты прилежно зиговал, когда нужно было мясо кушать человеческое, не надо думать, что это не будет. Зиговать мало уже. Абсолютно. Дальше репрессии пойдут по своим. Дальше будут чистки, и дальше будут несчастных ватников, оболваненных точно таким же репрессиям, потому что у них в какой-то момент начнет кончаться дома еда, и они, может быть, на улицу выйдут, а на улицу нельзя выходить уже 10 лет. Им об этом очень быстро расскажут, и никакого сочувствия у натренированной милиции не будет относительно ни людей, у которых зарплата кончилась, не людей, которые пенсии перестали платить, или пенсии перестали хватать и так далее. Но, вы знаете, я CHOS себе эту мысль уже пытался озвучить. В 91-м году люди не выходили, миллион человек на манеже, люди не выходили за свободу, люди не выходили за колбасу. Не правда, я и с тобой не согласна. Не согласна. Мы уже спорили на эту тему. Я, как участник этого движения, как бы вы относитесь количеству не очень большому просвещенный публике миллион человек не согласна за то чтобы жить в свободной стране свободной стране не надо дима у нас всегда возникают споры с глуховским на этой точке 91 года и это не 91 год не упал с неба до этого было начиная с 85 86 года лет пятилетка абсолютного просвещения народа это была другая атмосфера стране и девяносто первый год это некая как бы завершение цикла именно поэтому девяносто первом году в августе у этой комарине ничего не получилось а сейчас получилось а что мы наблюдаем и наблюдаем тот самый реванш который мы уже говорили не коммунистов даже а вот этих вот абсолютных имперцев мракобесов с пещерной совершенно дикой идеология агрессии абсолютно ну что тут говорить тогда это не получилось красно-коричневым когда так называли вот они собственно и победили поэтому 91 год это не колбаса это точно атмосфера была другая стране в обществе в конце концов простите принялась инициативу как лидусе но и нет важно потому что это все таки как сказать попытка не люди чувствуют это как вот теперь было 60-е годы после пись после двадцатого съезда атмосфера была в стране другая это люди почувствовали и же помню пристройка с чем чем она была значима для нас для всех эта возможность дышать и говорить дышать и говорить это ничего за это не будет вот что важно поэтому конечно как они колбасы ну может не 91 хорошо это не новый арбат да и не вот эти трое мальчик раздавленных а когда собиралась на манежной площади от миллион человек за отмену 6 статьи конституции за отмену генеральной линии партии они они кажется вам что все-таки люди просто хотели жить в нормальном государстве где у них в первую очередь был решен вопрос достатка их чтобы они имели право не верю за свободу не на если бы мне кажется если бы за свободу тогда сражались по свободу ценили а у меня вот ощущение складывается что ну да наверное может быть свобода риторически но по факту сражались за возможность просто современном государстве где была бы жизнь похожа на западной страны конечно благополучия потому что у них как бы все есть а у нас ничего нет мы хотим чтобы у нас тоже было как у них по большому счету и свободу в 89 году у нас были талоны на питание вообще пустые в магазинах были ласты в обувных продавать вот как сейчас мы видим пустые массовость этого движения она была желанием жить в человеческой стране свобода ну да разумеется для интеллигенции для научно-технической интеллигенции для гуманитарной интеллигенции была понятна эта связь но для абсолютно большинства людей понятно не или очевидно не было если бы тогда свобода была настоящим народным завоеванием и было больше ценили но вместо этого люди удовлетворились просто через там какое-то непредложительное время недостатком и возможно что там не отсталкиваться с продуктовым дефицитом магазина и отказались от свобод потому что в отличие от таких других стран от чехословакии например от венгрии в 56 году за это боролся они боролись именно за да за национальную независимость за внеблоковый там допустим свой статус но еще элементарно за свободу мы как бы за свободу сражались но действительно вот на 1 1 год там садовое кольцо вот новый арбат какие такие вещи вот вот отличный отличный народ проходит люди проходят определенную эволюцию вот сейчас я думаю что столкнувшись во-первых падением уровня жизни а во вторых с очевидной несвободой двоемыслием невозможность называть вещи своими именами запретом на слово война страх перед репрессиями вот это все поколение поймет ценность свободы и сразу то есть очень достигнута и некоторое время она еще достигнута не будет будет хуже было состояние ниже достаток больше репрессий больше пропагандистская истерия дальше падение уровня жизни больше диктатуры пока что-то вот до конца уже не не дойдет до самой там не сломается сейчас конечно же понятное дело когда занимаешься изучением истории логический дисциплин социологии ты ты можешь отсюда предвидеть плюс минус на вся эта тема идет и знаю уже там при первых каких-то симптомах почему это может привести людям на это в общем как бы не наплевать они и всерьез тебя не алармисты перестраховщик либеральные тавшивы интеллигенции все нормально но конечно же поскольку этот литарный режим развиваются по одной логике мы можем себе достаточно предстоит куда все это нас приведет зашел и уделова этого не подсудимых на международном трибунале вот это вот хорошо было бы это возможно почему но как сейчас очевидно что это военные преступники кто кто их сдаст никто не сдаст его то что кто-то там случайно переумирает простудившись внутри то есть вот борьба кременский бульдог под ковром описанный черчиллем это для нашей страны сценарий каким-то образом там реалистично и неоднократно происходило и так далее то что какая-то часть элиты сдаст как это там в югославии произошло там с милошевичем лидера нашего или других людей значит гагу чтобы санкции были сняты например я в это верю честно с трудом с точки зрения наиболее ну как бы реалистический вариант следующем сейчас будет даже хуже 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 потом силу естественных и не сест причин в перспективе от года до 15 покидает этот мир и потом неважно кто там окажется его ближайшим наследником претендент на власть и видимо все равно это будут люди так иначе связаны с безопасности потому что они полностью пропитали собой и пророслечить все властные механизмы тем не менее они должны будут понимать что дальше страна в этом направлении развиваться не может и ради спасения страны нужен новый этап либерализации модернизации открытия страны на цивилизованной части мира вот и наверное если только в это время китай не продемонстрирует какую-то эффективность модели я думаю что этого не произойдет потому что пошло в авторитарном пути соответственно накапливаться ошибки свойственно авторитарного режима который наверное китай тоже существенно слабит придется опять как бы тогда россии извиняться за свое плохое поведение отрекаться в той степени искренне от прошлых косяков и а значит ну пытаться снова на какое-то время стать членом современного цивилизованного мира на красная кнопка а если он раздербанит раздербанит нет другой немножко психотип такой гедонист который свою яхту вернул из плавания перед началом войны а если он скажет вам жить осталось неделя владимир владимирович у вас рак головного мозга вам осталось жить недели и дети маленькие и большие дети и внуки и все как бы но он должен думать на что это будет даже там на алтай бункере но я думаю что какой-то момент потом эти люди должны к нему подскажут давай там жми красную кнопку пропадаем все вместе с музыкой но какие человеческие должны быть момент поэтому я то что надо изображать из себя неадекватного не сумасшедший как он себя убедил каких-то вещах как бы то есть он живет какой-то герметичной такой картинки параноидальной реальности то что он готов прямо сейчас весь мир уничтожить я вот не верю это просто он ни одной своей цели не достигнет мир уничтожит это может быть эмоциональная реакция но насколько не были бы зазомбированные члены близкого круга на думаю что выполн такой приказ то есть ядерная война это выиграть невозможно если она не существует ни у кого если какие то есть единичные экземпляры которые эти там 6000 боеголовок выпущенных не хватить не смогут а нужно там не 6000 допустим то что просто земля раскололась на части и превратилась в астроенный поток там никто не выживет никаких бункерах атмосфера будет уничтожена и так далее для без вариантов ради чего ради ничего не останется история закончится да да и никто не сможет оценить его вклад и себя потому что его задача заключается в том чтобы каким-то образом попытаться сейчас отыграть все назад сохранить личную власть и во вторых подать это как тем не менее свою победу внутри страны да то что ну запад поставил крест это становится очевидно это было очевидно уже но ничего главное чтобы что-то было можно предъявить население в качестве победы это оправдало бы дальнейшая изоляцию от цивилизованного мира отсечения цивилизованного мира закупливание и передачу власти тем людям которым будет считать что власть можно передать но как только он умрет как только он умрет все просто пойдет к чертям надо понимать что при начнется огромная битва за наследие политические еще более заточенная битва за наследие финансово почти люди на которые записаны сегодня активы и нефтегазовые и и медийные и любые другие они являются коммунальными держателем если не силовой ресурс чтобы это свое владение каким-то образом защитить там как бы поскольку угрозы он на разные группы записал разные части активов и не все эти группы имеют силовой условный клан который может эту историю каким-то образом защитить в случае когда умирает фактически обладать и всего этого а страну очень никому наследство оставлять нет какого наследника куда никуда не принесли на путь эта хрень какая-то и так и сяк на самом деле как это не жутко звучит он обрек вот этим действием страну на распад неизбежно практически это это ужасно я лично родину свою очень люблю и я как раз верил до последнего момента что она может сохраниться в своих пределах не не распадать на куски не превращаясь в ледикатуру фашистскую да или в левую дикатуру просто через федерализацию через правоприменительную практику через действующие нормально человеческие суды через делегирование власти на места через местный бюджет муниципальные через управление надо было 20 лет заниматься вот этим а был ровно наоборот а был ровно начало усиливали ресурс чтобы можно было пилить потом напилили заскучали потом стали упиваться шовинистическими имперскими мифами чтобы преодолеть ощущение собственной случайности во власти возможным сценарием а все-таки давай опять же вспоминаем 45-й год да вот фильм сына собраниями снил сепаратные переговоры от имени гиммлера который был генерал вольф это невозможно такого варианта не допускаешь нет еще катастрофе катастрофического поражения у них в пятом году было понятно что это катастрофическое поражение уже войска союзников на территории германии скоро возьмут берлин там бомбят дрезден ну как бы ничего не надо там дополнительно кому объяснять у нас сейчас вы видите все еще ощущение что там подостряли немного начать соберемся там и да и ощущение катастрофы которая требует такого срочного выхода нету было ощущение шока того что не никто ни с кем не посоветовался люди очень сильно потеряли уровне жизни и возможностях на будущее вообще какую-то жизнь человеческую иметь и надо помнить что наши элиты конечно очень наслаждались возможности на западе свои деньги тратить и вся каким-то образом даже и пусть немножко с шапкой мужицкой на битве заломленной и значит в нам нам на массовых сапогах тем не менее по европе прогуливаться и и там посмеиваться на французишками итальяшками и немчуро и так далее но теперь как бы это можно делать только приходя к слове у студии изображать наши национальные люди как бы решили одних людей 1 1 будущего людей людей лишь и другого будущего взамен ничего не предложен замен предложен только вот этот патриотический как бугар который это россия но ощущение катастрофы тоже в летах нет пока для того чтобы сепаратный под какие приговоры с кем-то начал из тех реальным ресурсом обладает реально ли существо силовые нужно ощущение того что иначе действительно вот там ядерная катастрофа или иначе ну как бы россии перестанет существовать и ради спасения россии не своей шкурой придется вот допустим так допустим естественный уход сейчас все это будет подтянуться и тянутся в таком стране замороженном состоянии это война заморозится и он представит это народа это все как победу закупятся россия мой вопрос но преступления совершены объясни мне пожалуйста объясните мне пожалуйста как можно это просто прориснусь и обнулиться Адаминauer тоже закроет веки. Дело в том, что чтобы про преступление говорить и помнить, τους хотими бы тебе говорить и помнить. Люди не хотят говорить и помнить про их преступление. Они хотят избавиться от ощущения сопричастности, они хотят избавиться от ощущения ответственности. Если им говорят, что ты сопричастен, тогда они попытаются оправдать себя либо незнанием, либо необходимостью самозащиты. Человек в первую очередь занимается решением собственных психологических проблем. И реальность им мешает эти проблемы решать. А значит реальность, соответственно, игнорировать. Факты кажутся только упрямой вещью, но на самом деле, если ты правильным образом выстроишь свое информационное поле вокруг информационный поток, ты просто эти факты сможешь игнорировать или отрицать их существование. Гораздо важнее людям находиться внутри психологически комфортной системы ориентиров, которые объясняют им, что они все делают правильно, что они на стороне добра, ошибок они не совершали, вины им испытывать не надо. Избавляешь их от чувства вины, даешь им ощущение гордости, и они сами нужные факты проигнорируют, вернее, ненужные, а в необходимые мифы, которые факты замещают, поверьте. Вот так. Для покаяния нужно безусловное свидетельство, чтобы люди начали что-то подозревать, нужно, чтобы программную политику федеральных каналов и предел Дмитрий Муратов, вот он будет нам рассказывать в Соловьевских ток-шоу про то, что на самом деле происходило в Украине, про то, как на самом деле принимались решения по всем каналам, то есть вот все это отечественное телевидение на пять лет превращается в образовательное и в просветительское телевидение, которое рассказывает нам настоящую историю нашей страны, настоящую историю украинской, войны, настоящее устройство политической, финансовой и коррупционной системы объясняет, как действительно эти люди попали во власть, что они там делали, как занимают, у них там был тимбилдинг, с чем он был связан, с какими они там ритуалами и так далее. И вот тогда наверное люди через какое-то время хотя в первое время они будут, конечно, все это отрицать, говорят, нет, нет, я вот не верю. Это фейки, да, да, да. Это фейки, да. Но опять же через механизмы конформности они через какое-то время в это поверят. Людям, конечно, дать возможность тем, кто никакие преступления сам не совершал и свои руки, собственно, ни в чем не замазал, и не воевал, и не убивал, и не оправдывал, как бы, ну, по-настоящему это убийство. Людям надо возможность дать комфортного выхода из этой ситуации. Через прощение, через какое-то символическое там причастность к укаянию и так далее. Если продолжать людей мордовать, их там, зомби называть, априори разделяясь на группы, там, говорить что-то быдлое, тупое, оно само зацветлое, люди не пупые, они стараются просто сохранить минимальный какой-то для себя психологический комфорт по большей части, ну, хорошо, там, 10% черносотницы, допустим, да? В насосотнице все-таки доводят с убеждениями, где мест тоже не соглашусь. Черносотнице, как их не называй, это люди, у которых есть какие-то собственные представления о прекрасном. А у большинства населения, это вообще ничего не. Это просто... Я остаюсь при своем убеждении, что система ценностей менее важна, чем эмоциональные потребности. Факты можно привести в соответствии с любыми желаниями. То есть, есть эмоциональная потребность определенная. Ты не хочешь там испытывать страх, ты лучше приметнешь к агрессору, чтобы не испытывать страх. Ты не хочешь испытывать чувство вины, поэтому ты отметишь те факты, которые тебя в чем-то там делают причастны к каким-то вещам. Ты хочешь испытывать ощущение сопричастности к великому делу, который наполняет твою жизнь ощущением миссии, и к большому счету дает тебе возможность преодолеть дистанциальные сомнения, страх там смерти и ощущение общей бессмысленности в своей жизни. Если ты даешь видимо ощущение причастности к великой миссии, они тебе за это многое просят, во многое готовы им сказать поверят и так далее. То есть, потребности психологические определяют, готовый человек к той или иной вещательнейшей вещей верь черносотинцами как бы ну ты им как бы они в это верят почему они вот верят возможно какие-то свои там мрачные достаточно темы внутренние разрешать ну и дальше они уже формируют некую картину мира и там во всем же масон или там украинцы американцы вот но опять же это не я считаю что это больше или либерасты вот про геннадий поглуховского конечно так или иначе это все проводит проходит по проверку готовностью самому что для этого сделать вот и настолько ненавидишь украинцев поедешь ними боевать настолько ты веришь соловьеву что особенно вот американцы чтобы взять руки оружие и поехать воевать или чтобы своего ребенка на публике кивать а сама будешь ребенку этом билет маргарита симонян на встрече по моему с тем лучником то есть лавровым вам слабо вам до интервью словом было на спросила наших наши слушатели раши тудей арти спрашивают у вас когда мы наконец перестанем типа миндальничать и жахнем по вашингтон это же ситуа это же существуют эти люди или персональная пропагандистов она равна персональной ответственности людей выше политического класса вот эти люди виноваты в том что основа сначала на скотинили и теперь пытаются привести его к тотальному зрению и и эти люди несут личную персональную ответственность которые в идеале в идеальном мире поэтому самому закону на 15 лет о фейках в отношении 10 российской армии повлекшими человеческие действия человеческие жертвы должны быть эти люди наказаны потому что потому что они персонально ответственны за то что одно или два поколения наших граждан россиян лишены будущего и и вернуты какую-то пучину мощнейшую из которой на сейчас не просматривается никакого и они же виноваты лично в тысячах и возможно десятки смертей которые происходят сейчас еще произойдут дима мы в эфире получается уже почти полтора часа что что я хочу сказать во первых что хорошо мне кажется что нам было хорошо на было чем поговорить мучительно не искали темы разговоров что плохо то что я конечно никак не реагировала на чат а здесь очень много всяких вопросов реплика неправильно я буду учиться дорогие друзья привыкла по радио общаться и совсем как надо чувствовать аудиторию могу сказать по цифрам что сейчас у нас три тысячи зрителей и почти две тысячи лайков мне кажется для первого эфира нашего это очень хорошо я хотел сказать да что он я вот и по посту который говорю должен бесплатно у себя я туда можно качать и читать пользу случаем поэтому хотел вот об этом сказать да что есть у меня тебя канал как это называется как имя фамилия моей и там книга пост и также книга метро до 35 и также мне рассказать не выложены бесплатно и а доступны к скачиванию вот это как бы моя ответственность и просветительская миссия небольшая а я добавлю что сегодня 1 апреля сегодня день рождения новой газеты и сегодня исполняется 29 лет и вот сегодня в редакции там выпивают и я надеюсь все-таки них не похоронное настроение поскольку все-таки это ну последний называется пастионный упал из всех возможных которые сохранялись еще пытались что-то делать я очень рада что сейчас есть возможность хотя бы вот так через частные youtube-каналы на разных платформах на разных площадках журналистам которые остались без работы из разгромленных редакций все но есть возможность выходить это идущи это и журналисты новые у них есть свой youtube-канал я вот благодарна доброхотова за приглашение сюда на платформу инсайдера на этом все мы прощаемся благодарю дмитрия спасибо большое дима естественно дорогие друзья этот наш сегодняшний стрим может быть потом посмотреть как только закончится это будет